Вот сейчас в летний период какие работы делают? В самом саду косметический ремонт, но краска, поскольку не пахнет, поэтому все нормально. Группы, которые закрыты, мы их ремонтируем. Там, где дети, у нас не мешают совершенно. Окна вставляли, линолеум меняли. А сколько окон поменяли? Ой, много. Штук 10, наверное, поменяли. И все это за счет внебюджетных средств. В минувшем учебном году детский сад номер 88 «Искорка» на улице Галкинская, 95А, заработал более 2 миллионов рублей благодаря проведению платных занятий. Как расходуются средства, сегодня проверил мэр Вологда Сергей Варапанов вместе с представителями комиссии, отвечающие за приемку учреждения образования к Новому году. Руководство детского сада направило средства на закупку новой мебели, игрушек и спортинвентаря, а также на проведение различных ремонтных работ внутри и снаружи здания. Кранирование деревьев, спиливание деревьев, цветники, заборчики покрасили, веранду покрасили, отремонтировали малые формы, покрасили малые формы. Частично асфальтирование территории, особенно там, где дети ходят, где опасные места. Но цветочки внутри здания, косметический ремонт групповых помещений, это, значит, и покраска стен, замена окон кое-где, замена линолеума в двух группах. Крупные ремонтные работы, асфальтирование и установка пожарного насоса были сделаны за счет выделенных из городской казны 369 тысяч рублей. В другом детском садике номер 70 «Калинка» на улице Герцена, 97А, бюджетные и собственные средства пошли на проведение большого объема работ. Рабочие вставили окна, заменили двери, выложили новый линолеум в двух группах, отремонтировали музыкальный зал, кровлю и помещение с бассейном. Инструктор по плаванию у нас квалифицированный, из Санкт-Петербурга, работают много-много лет, очень любят ее родители. И 140 занятий, это тоже недорого, и поэтому с удовольствием родители ходят. В ряде детских садов летние ремонты еще только начались, и их также проверяют эксперты, чтобы на каждом этапе оценить качество работ. Сегодня комиссия осмотрела детский сад номер 33 «Колосок» на улице Казакова, 12. Здесь руководство планирует отремонтировать студию изобразительного искусства, где оказываются платные услуги, подкрасить плинтуса и оборудование в пищеблоке, заменить окна и линолеум. В бассейне также планируем свою лепту внести. Там полностью капитальный ремонт, то есть это было снятие панели. Сейчас идет выкладка плитки, и в дальнейшем, естественно, будут проводиться все работы косметического характера, то есть покраска потолков, замена окон, замена дверей, замена переборка полов и выкладка линолеума. В этом году из городского бюджета на ремонтные работы в детских садах, школах и учреждениях доп. образования выделено порядка 70 миллионов рублей. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Основная проблема, которую решаем за счет выделенных средств, это, конечно же, ремонт кровли, это частичный ремонт асфальтового покрытия в детских садах, это ремонт системы водоснабжения горячего и холодного. В некоторых детских садах ремонтируются бассейны. К этим работам готовились давно, были составлены сметы и проверены градоцентром. Много, так скажем, денег заработали и сами детские сады за счет дополнительных услуг. Порядка 80 миллионов, где-то 50% из этих средств детские сады направляют на обновление материально-технической базы. То есть покупают мебель, покупают новые игрушки и сами выполняют часть ремонтных работ. Напомним, приемка учреждений образования к новому учебному сезону стартовала 3 июля. Комиссия работает по графику. На сегодняшний день эксперты проверили 73 учреждения. Из них 55 садиков, 14 школ и 4 учреждения дополнительного образования. Планируется, что к первой декаде августа все детские сады и школы должны быть приняты. Екатерина Постникова, Максим Тышковец, Вологда РФ